Кто ваш любимый персонаж в «Алисе в стране чудес»? Ой, да я даже не знаю. Ну, все они хороши. Нет, ну «Алиса в стране чудес», равно как и «Алиса в зеркале», это великие произведения. Я даже, ну и студентам, конечно, я и говорю, и большим аудиториям, в которые я там выхожу, либо в телевизор, либо лично, говорю, если кто давно не читал, перечитайте, и, конечно, читать надо по-английски, хотя очень хорошие переводы русские есть, очень хорошие, просто блестящие. Но, конечно, лучше читать в оригинале всегда. А я говорю, это если кто давно не читал, перечитайте. А если есть кто-то, кто не читал вообще, я ему завидую всем сердцем, потому что это великие, умнейшие книги. Это не сказочка для детей. То есть она одновременно сказочка, но это, знаете, как Сумберто Эко, который, когда написал имя Розу, то это мировой бестселлер, его читали миллионы людей, но есть единицы, которые могут его прочесть по-настоящему, потому что там огромное количество такой виртуозной, невероятной информации, не формации, а знания. Информация – это совершенно другое знание, которое доступно только человеку с очень мощным образованием. Поэтому одна и та же книга может быть прочтена как сказка для детей, и она же может быть и должна быть прочтена как глубокая, философская, мощнейшая презентация. Мы же помним, кто автор Алисы. Он математик. И он писал, конечно, с одной стороны для Алисы, для этой девочки, но он писал для мира, он писал те вещи, которые мир вообще не знал. Вот там сейчас мне в голову пришло, я хорошо знаю эти две книги, но у нас нет времени, да и незачем это цитировать. Я помню, что, например, один из эпизодов, когда Алиса приходит в сад, и там чудесные цветы, она подходит к Лиле и говорит, говорит, «Ах, Лиле, какая вы красивая!» Алиса – девочка из хорошей семьи, она вежливо разговаривает. «Как жаль, что вы не умеете разговаривать!» На что Лилия ей отвечает, «Говорить-то мы умеем!» «Было бы с кем!» «Это что вообще такое?» «Было бы с кем!» «А это бежать, нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте!» «Сколько этого?» «Там же россыпи бриллиантов!» Мне кажется, она недооценена. Ну, интеллектуальная элита и мировая она вполне оценена. А остальные просто им нужен комментарий. Типа того, который я сейчас сказала. На это нас смотреть, не на как сюжет просто. Типа того, как и кем-то так же, Наступного года, Типа того, как и кем-то так же, а сейчас в тихо. Продолжение следует...